МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Анна Рыбась. Сегодня в программе. Азовские спасатели вернулись из Крымска. Плановое совещание руководителей служб ЖКХ. Дорожный ремонт, который вызывает только смех, сделали во дворе по улице Севастопольской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у азовских спасателей первый выходной за последние 10 дней, которые останутся в памяти навсегда. Сотрудники Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области оказывали помощь жителям Краснодарского края, пострадавшим в результате наводнения. Представители администрации Донского региона, коллеги и родственники встречали спасателей на въезде в Ростов-на-Дону у памятника Тачанки. Вчера в Ростов-на-Дону прибыл отряд донских спасателей, которые оказывали помощь в течение 10 дней пострадавшим от наводнения жителям Крымска. Сотрудников Департамента по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций встречали хлебом с солью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Командир отряда Леонид Гладков доложил о проделанной работе заместителю губернатора Ростовской области Виктору Водоладскому и сообщил, что поставленная задача выполнена без нарушений. Виктор Водоладский лично поблагодарил донских спасателей и отметил, что они первые прибыли на помощь жителям Кубани. В свою очередь сотрудники ДПЧС выразили благодарность правительству Ростовской области за обеспечение современной техникой сотрудников Департамента. Встретить спасателей пришли и их близкие, друзья и родные. А как ждали семьи своих героев, было понятно без слов. Командир отряда отметил, что кубанцы по достоинству оценили работу спасателей из Ростовской области. Позавчера на заседание оперативного штаба поступило предложение улицу Пролетарского кутора Шептарска переименовать в улицу спасателей Ростовской области. Ну, нам это приятно, по крайней мере. Заместитель губернатора также с гордостью говорил о донских спасателях. Они приходили всем на дону. Даже если бабушка, дедушка говорили, что уже спили дерево, хотя она не столь была важна, кто заметил. Но они приходили и делали. Днем, ночью. В то время, когда было заключено другим уже работать, на что время. Наши люди работали. Среди 36 человек отряда 15 спасателей из Азова. Азовчане очень рады возвращению домой и довольны проделанной работой. Прибыли на родину, что не посрамили, не посрамили мы наше ПСП и нашу службу, что выполнили все поставленные задачи. С чувством большой радости. Мы дома. Азовчане полностью отдавались работе, а для этого требовались крепкие нервы. Но были и позитивные моменты. Нам запомнилось то, что нашли мы ежика, он на досточке плавал, вот его мы спасли. Кроме этого, азовская команда нашла под завалами старинные иконы 18 века и несколько орденов. Азовчане отметили, что жители Крымска постепенно приходят в себя и очень признательны за помощь. По данным департамента по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, многие спасатели представлены поощрению губернатора и наградам МЧС России. Сергей Галаенц, Игорь Скуднов, Людмила Улихина. Азов.Инфо. Азовские спасатели будут приглашены на прием к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Дорожный ремонт, который вызывает только смех, можно увидеть во дворе по улице Севастопольской, 113-Б. Как сообщалось ранее, во дворе многоэтажки производилась замена теплотрассы. Когда работы были завершены, сотрудники коммунальной сферы обещали восстановить дорожное покрытие. В итоге были заасфальтированы три небольших участка двора. Остальная площадь засыпана грунтом, который размоет первый дождь. Разрытие во дворе по адресу Севастопольская, 113-Б, Черноморский, 64, частично восстановлено. Асфальтировали территорию выборочно, в шахматном порядке. Как сообщил руководитель теплоэнерго Владимир Лесняк, сотрудники теплосетей восстановили асфальтное покрытие только в тех местах, на которых оно было ранее. Эту информацию подтвердили предприятия «Чистый город». По словам ведущего специалиста этой организации Лидии Пименовой, теплосети должны исправить и участок детской площадки, где также в начале июля было произведено разрытие. Дополнительного финансирования для полного восстановления двора выделено не будет. Жителям либо придется исправлять ситуацию своими силами, либо ждать очереди внесения их проблемы в план капитального ремонта внутридворовых территорий на следующий год. Почти 30 миллионов рублей выделено из областного бюджета на продолжение замены главного канализационного коллектора Азова. Для того, чтобы средства поступили в городскую казну, необходимо внести изменения в местный бюджет. Этот вопрос обсудили сегодня депутаты Азовской думы на внеочередном заседании. Внеочередное сороковое заседание Азовской городской думы прошло сегодня. Первый вопрос – внесение изменений в главный финансовый документ города. Областной бюджет выделил 26,5 миллионов рублей на реконструкцию канализационного коллектора. В рамках программы софинансирования бюджету города необходимо затратить на эти работы не менее 9 миллионов рублей. 441 тысячи собственные доходы, неналоговые, предлагаются направить на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам-займам. Безвозмездное поступление сумма 3,245,9 складывается из плюсов субвенций и субсидий, минус и общая сумма 3,245. Депутаты рассмотрели вопрос о льготах на приобретение периодических печатных изданий по подписке для отдельных категорий граждан. В проекте решения речь идет о газете «Азовская неделя». Еще один вопрос – изменение, вносимое в решение прошлого заседания Думы. Муниципалитет принял в собственность здание бывшего 44-го профессионального училища. Для соблюдения формальности необходимо оформить все документы на земельный участок, где расположено здание. Анастасия Дичко, Евгения Симакова, Александр Истомин, Азов.Инфо. О коммунальном хозяйстве нашего города сегодня говорили и на ежедневном совещании руководителей служб жизнеобеспечения. Плановое совещание всех структур жизнеобеспечения города состоялось в Малом зале городской администрации. Ввел совещание заместитель мэра Анатолий Кравцов. Сергей Авдошин сообщил о работе аварийных служб города. За прошедшую неделю в городскую службу 05 поступило 467 обращений, что соответствует количеству обращений до прошлой недели. Динамики нет. Содержание обращений, аналогичное обращение прошлой недели, это вопросы, связанные с работой холодного водоснабжения, подачей электрической энергии. Сегодня планируется отключение в некоторых районах города. В течение недели в городе проводилась машина и ручная уборка. Установлено 115 урн, в том числе по Петровскому бульвару, улице Московской и на остановках городского транспорта. О работе на междворовых территориях и капитальном ремонте домов доложил Павел Ведяшко. Подложил то, что у нас попало капитальный ремонт, это ЗОИ-70А. Это прошлогодний адрес, который идет на усиление. Дамир Раисыч там работает, он штукатурит фасад, занимается выселением балконов и все. Во внимание на совещание было уделено улице Мира, где проходят ремонтные работы и Большому кольцу при въезде в город. Антолий Кравцов подчеркнул, что работы необходимо доводить до логического завершения. По разворотному кольцу, мы выезжали на разворотное кольцо, да, мы его сделали, но его нужно облагоротить сегодня, до конца доводить. Те дорожки тротуарные, о которых мы говорили, их нужно сделать. Так, значит, второе, когда туда будет чернозем, завезем, чтобы сделать эти газоны. Значит, какие вопросы прорабатываются сегодня у нас туда с лавочками. Подошел автобус, люди должны искать, где-то присесть, подождать и так далее. И запишите туда. То, что мы стояли, то, что мы стояли, не остановку, а сделать наведу. На совещании были рассмотрены вопросы по скверу Березка, уличному освещению города и предписаниям жителям по уборке территории. Малитин Сираж, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В Азов из станицы Вешенской вернулась золотая коллекция музея-заповедника «Сокровища степей». Более двух тысяч экспонатов находились на выставке в течение двух месяцев. Посетители выстраивались в очередь, чтобы посмотреть золотые украшения древнего Азака. В Азовский музей-заповедник возвратилась выставка «Сокровища степей», которая на протяжении двух месяцев радовала посетителей музея-заповедника имени Михаила Шолохова, станицы Вешенской. Впервые жители и гости станицы увидели уникальные комплексы, в которые входят не только предметы быта и украшения из дорогих металлов, но и керамика. За небольшой срок пребывания в выставке было проведено 157 экскурсий, а также организованы занятия для школьников Ростова-на-Дону и станиц Шолоховского района. Ребята познакомились с необычным материалом, предметами археологии. Даже возможно было бы продолжать сотрудничество. Сейчас сотрудники Вешенского музея хотят познакомиться еще с нашими именно археологическими выставками. Дело в том, что для литературного музея вот такие выставки – это большая редкость. И вот такое сотрудничество между музеями приносит очень большую пользу в воспитании детей и в таком культурном обогащении. Сотрудниками Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Ириной Гусач и Мариной Филимоновой было отобрано для демонстрации на выставке 2329 экспонатов. Это уникальные предметы – произведения древнего искусства, обнаруженные во время археологических раскопок на территории Ростовской области. Наряду с известными изделиями многие предметы экспонировались впервые. Именно это позволило не прерывать работу основной экспозиции в залах Азовского музея-заповедника сокровища кочевников Евразии. Все экспонаты выставки вернулись в очень хорошем состоянии. Но дело в том, что в Азовском музее-заповеднике настолько большая археологическая коллекция, что сейчас на время вот таких вот передвижных выставок мы свою постоянную экспозицию «Сокровище кочевников Евразии» не закрываем. Она работает постоянно. И сейчас у нас есть предложение из других музеев. Но не стоит этого бояться. Наша выставка теперь будет работать все время. Поэтому даже если вы слышите о том, что наши сокровища уехали в какой-то другой город или в другую страну, то основная коллекция все равно находится на месте в Азовском музее-заповеднике. Вальтина Сираж, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В городе началась подготовка к ежегодному фестивалю исторических клубов России. В августе по традиции на крепостных валах пройдет реконструкция Азовского осадного казачьего сидения. Заседание Координационного совета по туризму прошло сегодня в администрации города. Главная тема совещания – подготовка к проведению фестиваля военно-исторических клубов и реконструкции Азовского осадного сидения. Праздник намечен на 4 августа. Учитывая опыт прошлых лет, было решено сместить реконструкцию осадного сидения ближе к вечеру, чтобы не подвергать участников и гостей испытанию палящим солнцем. Сразу после битвы начнется концерт и работа аниматорных площадок, после чего начнется фаер-шоу. Ожидается, что в реконструкции примут участие почти 200 представителей военно-исторических клубов. Летняя оздоровительная кампания завершена. Торжественное закрытие состоялось сегодня в Доме детского творчества. Самыми активными участниками лета 2012 стали воспитанники школы номер один. Дом детского творчества встречал детей, которые провели время в оздоровительных пришкольных лагерях и на дворовых площадках. Время закрытия летнего сезона – это подведение итогов жаркого лета. При школьных лагерях отдохнули в первом потоке 700 человек, во втором – 804 человека. Дети набрали здоровья, сил, энергии. И я думаю, что 1 сентября они придут в школы с новыми силами и начнется новый учебный год. За время, проведенное в оздоровительном лагере, буквально все дети принимали участие в различных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах. Все первые места в различных конкурсных программах были отданы ученикам школы номер один. Летний оздоровительный лагерь в нашей школе прошел очень замечательно. Дети очень довольны. Никаких каких-то эксцессов у нас не было. Дети получили все, что можно было. И мы, конечно, постарались. Для ребят каждый день в оздоровительном лагере, проведенном вместе с друзьями, станет незабываемым. Они посещали экскурсии, лекции в библиотеках, ходили на просмотр фильмов и побывали в театре. Я со своими подругами гуляла на улице, гуляла на вердонке, мячи. Мы побывали в кинотеатре, в театре, в музеях. Пришла пора расставаться, но ребята еще долго будут помнить свой летний отдых. Раз, два, три, четыре! Кто стучится в дверь квартиры? Пять, шесть, шесть! Вольтесы Рашки, Глеба Улихина, Азовенко. И в заключении программы репортаж о способах оплаты за интернет-услуги. Мы думаем не только над качеством предоставляемых нами услуг. Мы также думаем об удобстве платежей, чтобы нашим клиентам это было удобно делать в любом точке города, где бы они ни находились. По сути дела, на сегодняшний день мы договорились с основными банками, почтовыми отделениями о том, чтобы можно было взимать оплату за услуги кабельного телевидения и интернет. Пожалуй, самый надежный способ оплаты – прийти в абонентский отдел и оплатить интернет-услуги и кабельное телевидение в офисе нашей компании, расположенном по адресу улица Привокзальная, 10. Самый удобный способ оплатить услуги Пульс Безлимитный Интернет – воспользоваться сервисом Яндекс.Деньги, который доступен практически каждому пользователю глобальной сети. Услуги Пульс Безлимитный Интернет и кабельное телевидение можно оплатить в почтовых отделениях, которые расположены по следующим адресам. Улица Демидуова, 34. Проспект Зои Космодемьянская, 86. Улица Макаровского, 100. Петровский бульвар, 22. Улица Толстого, 102. И улица Толстого, 306. А также в Коммерческом банке, Донинвест, Московском индустриальном банке, Мособлбанке, а также в банках Центринвест и Югинвестбанк. Пятый способ – воспользоваться терминалом оплаты. В терминале оплаты Киви нажмите «Оплата услуг». В меню выберите пункт «Интернет и телефония». В следующем меню нажмите «Пульс Безлимитный интернет». Далее введите номер договора. Нажмите «Вперед» и оплатите нужную сумму. Мы заботимся о наших абонентах. Максим Куконос, Кристина Бархунцова, Александр Истомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа Азов.Инфо.Спорт. А у меня на этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok 258 мм штутного столба. Гомофон в норме. Восход солнца 5 часов 46 минут. Заход солнца 21.11. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА